Всем добрый день! Вы на канале Гзуты дома и с вами я Татьяна. Сегодня я хочу показать результат укоренения хвойников. Я делала можжевельник горизонтальный, можжевельник вертикальный. Почти за два месяца наросли такие корни. Это вертикальный, даже вот здесь почечка расти пошла и вот горизонтальный. Все стаканчики, сколько я делала пробные, все они у меня с корешками. Почти два месяца ушло укоренение и результат положительный. Сейчас я расскажу, как я это делаю. Я беру можжевельник, такую веточку можно не резать, это его обрезали и родственники, мне вот досталось много можжевельника. Можно просто у растущего оторвать веточку. Отрываю я вот так с пяточкой. Ножку делаю, беру вот уже приготовленный. Здесь у меня грунт был кока грунт и агроперлит влажный. Здесь все, больше ничего, я только два компонента. Сегодня я буду делать, я добавила сюда еще торф, нейтральный верховой торф. Ну вот хочу еще попробовать в торфе. То есть я вот приготовила черенок, окунаю его у коренит у меня и вот таким образом делаю луночку, сажу и вот так придавливаю. Я стаканчики все сажу, потом эти стаканчики ставлю в контейнер. Проращивание происходит в контейнерах пластиковых, как мини, получается мини теплица. Контейнеры стоят на теплом за моей спиной. Есть теплый стеллаж, где постоянная температура 22 градуса поддерживается. Там реле стоит, ну теплый пол собственно сделан. В помещении температура здесь бывает даже плюс 10, когда у нас морозы, ну а так плюс 15-18. На стеллаже плюс 22. То есть вот почти за два месяца в этих контейнерах. Там влажность большая. Я иногда проверяла, не высохли субстракт. Обязательно, чтобы было влажное. Где там, ну если подсыхал грунт, я добавляла воды. Ну можно сказать, что очень редко. Один или два раза всего. А так, в общем-то, потому что в контейнере все и там влажность сохранялась достаточно высокая. И вот спустя почти два месяца. Вот наросли такие шикарные корни. Теперь вот я уже сегодня целый день занималась этим. Прошлась по родственникам. У кого голубые ели, у кого туи, у кого пихта, у кого что есть. В общем-то, бесплатный посадочный материал. Я собрала у кого что есть. И сегодня насадила 10 контейнеров. Что получится? Потому что голубые ели я не делала. Первый раз. Вот только на туях я тренировалась. В прошлом году я тоже пыталась укоренить можжевельник. Не получилось. Были другие условия. У меня не было стеллажа теплого. В этом году, как бы, так как я, как все свои растения, я укореняю много. Круглый год я укореняю, размножаю, черенкую. Нравится мне это почти все, что растет у меня. Ну, где-то 90 процентов положительного результата. Бывают, конечно, отрицательные. Гибнут саженцы, но без этого никак. И в этом году я, так же, как и все растения, свои я черенкую я сделала можжевельник. И результат у меня положительный. То есть, своим способом. Теперь я их пересажу в литровые горшки. Я приготовила. Значит, там грунт я приготовила садовая земля, верховой торф. Торф нейтральный и агроперлит. Я все свои растения сажу в такую землю. Все растут замечательно. Все им нравится. Сейчас я покажу даже, какие корешки. Вот, возьму этот. Он даже влажный. Хотя, потом я достаю из этого контейнера и даю им адаптироваться в этом. И только потом я начинаю их пересаживать. Вот видно, какие корешки. Сейчас мы смотрим. Как замечательно все на фоне руки. Уже достаточно хорошая корневая система. Эти черенки я уставила на укоренение 29 ноября. Корни я заметила спустя почти 2 месяца. 7 недель прошло. Я заметила корни. Еще неделю они у меня постояли в контейнере. То есть, спустя 2 месяца я их достала. И вот они у меня стоят просто вот в этом же помещении. Адаптировались. Дальше нарастили корневую систему. И вот сегодня я пришла их в очередь пересаживать. Поэтому дешево и как бы не сложно. Поэтому, кто желает, посмотрите вокруг. У кого из родственников растут хвойные, то дерзайте. Вот я же говорю, что я еще голубую ель пихту. Вчера, сегодня я садила в контейнера. Поэтому о результатах. Вот ель я не пробовала в первый раз. Как укоренится голубая ель укоренится. Или она совсем. Голубой можжевельник я поставила на укоренение. В общем, разновидностей всяких. Это теперь через 2 месяца о своих результатах других хвойных. Я вам покажу. Повторяю. Берем черенок. Окунаем его в укоренит. Очищаем ножку. Получается, окунаем в укоренит и в стаканчик. В стаканчики можно в тепличку, у кого есть, чтобы влажность была. Я делаю в контейнера пластиковые с экспрайса. Это у меня мини теплички. И все они стоят, вот у меня там за спиной есть стеллаж. Там, наверное, их сейчас уже штук 12. Все они, туда входит 20 стаканчиков вот таких. То есть, в одном контейнере 20 черенков. Удобно, что какие проросли, их можно достать. Какие еще не проросли, они остаются в контейнере. То есть, если просто в контейнер их садишь, то надо проверять, наросла ли корневая. Ну, как бы, стаканчики удобно. Ну, вот такой мой положительный результат укоренения хвойных. Кому он поможет, я буду рада. Заходите на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok